Ну что ж, всем привет дорогие друзья, с вами Тутэмпалт, а мы продолжаем играть в метро Redux 2033. И в чем же у нас с тобой прикол? Прикол в том, что я хотел выложить ролик вчера, да, я его стал даже записывать. А вышла такая фигня, короче, то что у меня игра хуяк и вылетела, прикинь, вот взяла и вылетела. Вот хотел вот что-то вам заснять, потому что в последнее время на туре не успеваю что-то снимать вообще, вот эта вот проблема. Ну так вот, она хуяк и вылетела, и все, пиздейшн, просто пиздейшн, у меня нихуя не сохранилось, Ну поэтому сейчас вот мы и будем идти с тобой заново, в принципе. Так, вон, давай, погнали. Здорово, горилла. Кстати, тут такой прикол. То, что ему посрать, ему просто посрать. Он лошок, он лошок, он. Брасти, фига себе, полезный ты чел. Взял и полетел. Выше всех и вся. Горилла наша просто дебил. Блять. Сука, все-таки оемлась, да? Брат, ты не помирай, ладно? Так, ну, так и было задумано, так и было и задумано, что я ебнусь не боюсь. Так, вот тут нам сейчас надо подождать, пока они друг друга подраконят. Они друг друга подраконят тут немножко, я пока могу с зажигалкой поиграть. Давай, уходи, бра. Хотя, что мне, блять, его ждать-то? Долбоеба. Уходи. Ну, ёпта. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр да короче даже запутался короче тут такой прикол можно было просто подождать когда он свалит но я решил по красоте как говорится нихуя вот понимаешь просто да хорош то выплывай зато у дерьма царю мать короче прикол в том то что нихуя прикинь вот просто ни хуя я запутался и все прикинь не но я могу подождать когда он уйдет пусть уходит папа 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 уходи брать но не надо на тебе ну уходи и куда-то пошел зачем ты это делаешь давай без хуйни уходи уходи брать камчатка наша блять на хуя я заметил не надо блять сука сука он бежит камчатка наша блять ты че умный что охуете лох сейчас вот здесь уйти бе так окей сохранял очка прошла можно расслабиться в принципе этот на спит и балай я вот тогда и не заметил кстати самое смешное откуда ты тут взялся пиздец стой загрузить откуда он тут взялся его даже не видео его мать нас фонарик уходить брат походим с фонариком танцует пандоль губу зоу блядь сука здорово брат натуры да давай бог мне обратно Вот фонарик меня сейчас, если честно, пиздец, как подводит. Пиздец. Доигрались, нахуй. Фонарик меня, блядь, палец, сука. Ой, блядь, доигрались-то, нахуй. Окей, я спустился. Блядь, что-то я и не знал то, что их столько-то, блядь. Спит, живёт, блядь. Дохуя их тут, прикинь, вот просто дохуища. Так. Да иди нахуй, у меня заставка. Ищем файлы. Всё. Д6. Ни-я-я-я, это всё. Продолжение следует. Да иди нахуй. Иди нахуй не забыл. Иди нахуй... Убийца. Ахуй я не могу. Убийца. Ну иди нахуй, не поспоряю. Нихуя нигде ничего нет, да. Ну чё, давай, Ран, там Гарри у нас ещё ждёт, брат. Я нашёл планы Д6 и карту командного пункта, но Мельник всё не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. А мы не знаем. Ух, ембать, тут пиздец творится на улице. Вот, красота. Просто взял и влепёху. Куда едем, Генна Туалет? Отброшу за 50 патронов. Как всегда, шутка. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашёл что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Анцуем сегодня мы с тобой танцуем. Конечно. Прокатимся, музыка. Ну вот и всё. Поехали. Класс. А я посмотрю, что за бумаги-то там нашли. Ну, ща посмотрим, чё. Я сам радистом раньше был. И после войны, ещё когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда ещё надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались. У меня у полиции видно то, что оно стало. Но может для оккупации берегли. И никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже всё равно. Ну вот. Сидел я в радиорубке. Слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки ещё запрашивали приказы. Наносить ещё удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война может и кончилась. Но у некоторых ещё своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обречён и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на всё рукой. Подлодки ещё долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ох, ну и деньги были. Как вспомню, дрожь пробирает. Так, ван, он рассказал. Пацаны. Тут я. Здорово. По вкусу. Тюнинг. Прицел. Прицел X2. Спасибол, сэр. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдём. Привет, Артём! Здорово. Это он там дрова колет, готовится. Не очень-то и полезные бумаги. Всё намёки, намёки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Конечно, готов. Ну, как тут у нас дела? Всё готово, Ульман? Вот, дров на коло. Володя, всё снаряжение готово. А вы, ребята, готовы? Тогда покой. Окей. Ну, здравствуй, Артём. Здорово. Вот мы и встретились. Конечно. Как и ты, джентльмены, здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Да вот не знаю. Молчаешь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь ещё раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведёт. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие. И за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж. Думаю, я сказал всё, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Давай. Давай. Путь дорог тебе. Удачный. Ну что, поехали. До свидания, братва. Ах, да. Тут была записка. А хотя записку я прочитал. Как это открыть? Дневник. Храм. Так, архивы. Короче, о том, что рейнджеры называют свою базу Спарты. Ну, Артёма, короче, беспокоит то, что план в походе на Д6 есть какой-то в нём изъян. Короче, не нравится это Артёму. В этом вся суть. Боится. Переживает сейчас. Что же произойдёт. Блин, вот тут вот тогда пропустил момент. А чё, нельзя поджить, вы чё? Как же без... Это подлона старого храма. Как же без поджигания-то, пацаны? Тёмный тоннель. Грохот колёс. Запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Да. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайшие к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. Это какие? За Киевской раньше была ещё станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми не перестали. Ну всё, Артёмка поплыл. Хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Что случилось? Эй, сантимон, что говорится? ФПС прям скачет. Ещё и у него вот такой вот кайф во из стороны в сторону воет. Как в Бухово. Чтобы видеть небо. Увидеть солнце. Чтобы дышать. Артём! Иди вперёд. Очнись, Артём. Очнись. Продолжайся. Не останавливайся. Хорошо. Фига себе тут чёрных сейчас было. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет. Ты его слепишь. Артём. Чё прядки? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермотофоры. Отлично. Тормози. Чёрт, имели от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесён в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь. И прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал. Не, ну тема, конечно, но она же сейчас спалит нахрен. Поглядывайте за тылом, ребята. Так. Молотник. Найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом мы... Попробую так сейчас сначала. Так, это он у меня заменил... Мой любимый дробаш, да? Ладно. Буду знать, если чё огнемёт. А пока мы так постоим. Блядь, много, сука. Много мразей, блядь. Всё горит нахуй. Их тут слишком много. Сгори, нахуй. Блядь. Куда залез-то, нахуй, черт, ёбаный? Скотина. Пацаны, пацаны, тихо-тихо. Ты чё? Влетел-то? Пацаны, вы, нормально, да? Давай, давай! Или мы все трупы? Получилось. Готово. Ворота открывают. Валим. Вот, кстати, на этом моменте у меня как раз и вылетела. Один сейчас этого не будет. Не заводится! В смысле она не заводится? Давай! Давай, деревянка, мы должны вырваться отсюда! Ну! Я даже отойду, пацаны. О! Нормас! Каш получилось, а ты чё думал? Не хотел бы это... Мой любимый каваж. Там-то эти всякие, господи. Пацанов не осталось, да? А, вот мой работ. Впереди ещё долгий путь. Д6 сюда. Это ещё что? Чёрт! Темно, как у негра дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. И темно, как у негра дома. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворот оказались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Окей. Мы прорвались. Но это пол-дела. Впереди самое серьёзное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артём, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое-то? Перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперёд, воины мои. Ваши тут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой следовый створей будет больше похож на мокрое пятно. Нормально так. Не, ну если чё, вот мой великий дробаш, который всё манёт. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмём с собой? Ну, на брилки. Ульман, хватит балагурить. Горнёмся тобой. Будем срубной щёткой сортира чистить. Да, товарищ генерисус. Так точно. А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощёлкай выключателями. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, слово лэ. Чё тут у нас? Взаимодействовать не могу. Артём, посмотри комнату, живо. Чё ты у меня тут, блядь? Офигел, что ли? Так, ну, надо, если она не работает, смотреть точно, блядь. А чё ты не открываешься? В смысле, ты не открываешься? Так, ну, окей, открываться она не хочет. Может, тут чё? А, ну, окей, давай сюда. Всё осматриваю, пацаны. Всё нормально. Так, чё, может ты? Ты или ты? Элементы. Так, по идее, можно слазить вот сюда. Опа. Так, стоп, а как вы мне предлагаете тогда туда? Так, давай. Да смысл, ты не хочешь? Мне ж туда, надаля. А, этот, что ли, ё-моё, вот я дурак. Чё, всё? Работает, нет? Отлично. Ты точно заслужил медаль. Бульман, проверь. Не, я не пойду. Там, а, темно, и б, страшно. Вот дерьмо. Эх, поаккуратнее с выражениями, солдат. Ой, бля, я автомат, что ли, проебал? Это сама субстанция. Сука, нахуя я автомат оставил, бля. О, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помёт, значит, его кто-то метнул. Вон, вон! Пиздец, стоп. Тех-в-тех. Всё нормально, пацаны. Блядь, да хуй ты на меня налетел. Сука. Что ж, лучшая оборона это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло. За мной. Давай, за тобой. У-у-у, побежали. Я не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Аккуратно, блядь. Да, сука, ты куда смотришь-то, блядь? Прям за тебя, сука, скачет и не, сука. Да давай, давай же! Давай, пошли. Сука на самогона за каждого укуря. Ха, если доберемся до самогона. Блин, всех преисподнию. Еще один шуток. Смотри, направо! А, во-во-во, окей. Убит. Убит. Двойное проникновение. Давай, блядь. Какой ты скачешь? Чего они предупредили, то что сзади запах? О-о-о. Ё-о. Ой. О-о-о. Вперед. Дважды не умирать. Вперед. За родину. За смерть от старости. Не дрей. Прорвемся. Слева. Давай, гаси. Блядь, не вижу. Сука. Кончились, прикинь. Как не он в такую какашку, блядь? Она, конечно, эффективна, но не так хорошо. Блядь, ну пиздец. Не трожьте. Похоже, чисто. Похоже, да. Вот именно, что похоже. Мы их хотели. На ты же. Ясен хуй. Ты что думал? Так, че у нас тут? Ничего нет. Это на... Открой, нажми, блядь. Пиздец. Уйди от меня, мразь. Сука, отпусти, блядь. Пиздец. 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 Позно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Пиздец. Мужик меня спас и... Погиб. Пиздец. И резервуар для источных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Борис лежит. Готово. Эхо, дворик. Надеть противогазы. Угу. Понял, принял. Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман. Несправедливо. Все чисто, заходим. Ну, заходим давай. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики. Аккуратнее. Аккуратнее. И че делать? Мм? Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по тихому. Слышали? Черт, а тут улыбки. Пойду хренов снова. Осторожней. Сука, так и знал, что я тут полезу. Мрази ебаные. Блядь. Ааа. Сука, кровище, блядь. Пиздец. П, протереть, блядь. Сука, ебать вас тут. Где еще, мразь? Пиздец, нахуй, патронов. Не напасешься, блядь. Вон еще, мразь, ползет. Быстрее, к выходу. Погнали, че? Проглядь, огонь. Пиздец вас тут, блядь, прет нахуй. Вы че, ебанулись, ребят? Да, сука, ааа. Патроны. Цены, у меня нет патронов. Не пиздец. Пиздец, блядь. О чем мне делать без патронов, а? Сука. О. Прикинь, пошла. Пошла, нахуй. Пизда вам. Сука. Сгори, гнида, ебаная. Пизда. Пизда, блядь, не остановлются. Вот она. Эта дверь ведет в Д6. Мы на месте. Похоже на... На че? Сожри меня, Уплэринг. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Что там? Артем, посмотри комнату. Живо. А, туда что ли залезть? Е-мое. Пиздец. Артем, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Пацаны тут просто пиздец. Сгори, сука, ебаная. Фонарик нахуй поярче сделал, чтобы сюда не лезать, пидарасы. Хули, блядь, в крыс-то полезли, нахуй. О, да неужели я что-то нашел? О, блядь. Заимбиси, куда? Чуть сюда, что ли? Да хорош, блядь. Не напасешься, нахуй. Сука, и куда? Съебал, нахуй. Пиздец, меня забили тут. Просто жопа. Ещё и куда? Куда же дальше? Окей, я понял, куда. Опять пауки, ебаная. Пиздец. Артём, сюда! Ага. Слава богу. Живой всё-таки. Всё-таки? Степана убили. Стёбу. Слава богу. В смысле? Тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идёт оттуда. Блядь, тебя оба меня нахуй. Что за? Чё? Так, 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 так. Это ещё что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Давай, давай. Дрянная у меня чувство по поводу всего этого. А чё это? Не сказали, что снять можно. Всё чисто. Другого пути тут нет, так что вперёд. Окей. Вперёд, так вперёд, красота. Только странно это чё-то. Откуда она тут зевась вообще? Следующая остановка. Командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Да, вот это вот такой риторический вопрос. Ух. Противогазы, быстро! Только мой уже разбитый, побитый. Чё только с ним не случилось. Вот тебе легендарный бункер. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Заебись. Что-то всё слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Я есть, товарищ командир. Давай с тобой. Чё такое? Чё такое? Чё-то так прошёл, даже ничего толку не проверил. Знаешь, так я примерно всё себе и представлял. Со времён моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Ух. Жёстко. Раньше это да, на веках. Раньше это было. Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Угу. Окей. Погнали. Артём! Там должны быть четыре сатёра! Чтобы завести эту штуку, надо оберегать. Отодвиньте крышки! Окей. Жми на кнопку по сигналу! Вторая! Угу. Третья кнопка! Угу. Так, следующую! Четвёртая! Да, понял. Молодец! Теперь давай дальше! Первая кнопка! Угу. Будь богом! Давайте! Ура! Ёпта! Чуть не упал нахуй! Все на платформу! Пытаемся запустить систему! Чё, снял? Давай! Пуск! Ничего не выходит! Давай же! Ещё раз! Ай! Безнадёга! Проклятие! О! Прямо как в старом добром кино! Эй, полковник! Что случилось? Нормально! Всё в норме! Артём, уходим! Хватит играть с аппаратурой! Ну давай, пошли! А, аптечка ноль! Если чё, мне жопа! Фонарик зрений! Идем! Хотя... Зачем я вообще с фонариком? Давай! А, поехали! Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа! Чую, там что-то неладно! Да там пиздец, наверно! Ой, бля, пиздец! Ульман, налево! Профессор, направо! Артём! Прикрываешь меня! Ага! Если все карты составлены верно, нам туда! Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! Ну, о! Кэш есть, ты чё? Отлично! А, ну вот! Чё, ещё одни что ли открыли? А, сами открыли! Пошли! Пошли! Молодцы! 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 Ну! О, недоволь 64! Как говорится? Ага, пад для S22! Кперечка! Я не могу, чё! Я не могу, продук! Нормально. Давай. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить. Даже аварийное освещение. Чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Давай. Кстати, парни, если серия выходит большая, вы не злитесь. Просто нам надо эту тему допроходить в коем-то веке. Поэтому... Вот что такое у меня. Проклятье! Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем! Давай. Пиздец. И патроны нихуя. И патроны нихуя. А. Давай это, деньгами пострелим. Пиздец. Не мог. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? А. Ну, давай. Погнали. Дьявол. Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Окей. Что это за пыльник? Взбет. А. Взбет. Взбет. кубского обезьянника идите ко мне друзья чё за хуйня что это за дичь то такая раздача подходи по одному давай давай опа проклятие чё такое дан так и вот час попадать в сутки противогаз дурак вот давай быстрее заебал пизда смысле ты блять противогаз снял сука нахуя ты его снял лифта здесь до 2 заперта придется идти в обход вперед но аккуратно и прикрываем друг друга блин давай быстрый на фильтр уже нихуя не овари питомца сухумского обезьянника на быстрый да быстрый нахуй не страдает заеб блять час подобно у меня фильтров блять нет ни фильтров блять ничего давай давай ёпта проклятие не че то своим проклятием че заёк хуйня какая-то ну ёпта может поживее пойдем окей фильтры есть хорошо ну чё все надеюсь он еще работает заебись урман хорош дурачиться товарищ полковник я починил громкую связь отсюда оказывается можно лифтом управлять включаю поехали невидимые наблюдатели да как можно в них верить после того как этот шут так загадил полян ну блять ну хоть противогаз остался товарищ полковник вам сейчас надо в реакторный зал попасть главный реактор стоит прямо по центру рядом с пультовой спуститесь на лифте до первого этажа а там по лестнице наверх найдите главный пульт дальше я все объясню господи иисусе какого а теперь то что Володя видел бы ты это Артём теперь держись это мерзость на полу наверняка ядовитая а тут еще и газ нас так надолго не хватит пиздец ой бля ну как ты справишься с этим не его смерть урогов тут пиздец какой то у вас FD6 можешь поверить я за свою жизнь всякого дерьма налетался но это слов нет ты так хорошо справляешься давай пиздец пиздец к лестнице без дураков оно опасней чем кажется странно говорить но мне жутко ну давай пошли Артём давай ко мне да да я тут ну тут сейчас пиздец больно где ж у него кнопка а кто бы сомневался товарищ полковник там все автоматизировано просто вводите команды легко сказать ну что за бардак так ладно запуск реактора один два три четыре вроде ничего сложного построена для если серия будет слишком большой я поделюсь вот сейчас и проверим товарищ полковник мощность на четверть а надо на полную ах чертям свинячим лучше у нас уже все равно не получится давай пиздец эта дрянь еще и сопротивляется да что за ересь система ручной активации гидравлика а черт Артём теперь задание на миллион видишь там кран под потолком забирайся в кабину это резервная система активации там есть захваты и манипуляторы с ней мы сможем поднять стержни ты дуй туда я отвлеку эту тварь но сейчас или никогда а а блять хорош пизда противогаза будет у меня блять пизда будет сука умираю ой блять чё за пиздец ой блять чё за пиздец а достигнута контактная зона о заебись внимание извлечение стержня есть половина мощности по lib блять давай 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 да достигнуто внимание извлечений стержня и давай еще как вот я вот поэтому давай 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 о сейчас ребята минуту что мне делать то а а и а а и а и 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 города до другого слово человек будет снова звучать гордо мать и со своими шуточками видел бы ты создания план действий таков мы с артемом выдвигаемся в останки на попытаемся забраться на башню дадим вам координаты и будем корректировать огонь ты останешься здесь прикроешь володю и попробуй достучаться до наших чтобы прислали подкрепление к башне ну храни вас в кого вы там верите окей давай сойдя с поезда мы с мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени королева теперь мы были совсем рядом с останкинской телебашней именно тут и завязалась та битва с которой я начал свой рассказ окей дорогие друзья глава 7 вот и наш можно сказать финальчик продолжим в следующей серии подписывайтесь на канал ставьте лайки забывайте всем удачи и всем пока